Массовая вакцинация казахстанцев от коронавируса начнется в начале следующего года. Она будет добровольной. На первом этапе вакцинации охватят людей из группы риска. Об этом президенту страны сегодня сообщил глава Кабмина. По словам Мамина, отечественная вакцина показывает высокую эффективность, и первая и вторая фазы клинических испытаний уже завершены. При этом побочных действий не зафиксировано. До конца года будет запущено производство первой партии отечественной вакцины в объеме 2 миллиона доз. А с 25 декабря в рамках третьей фазы клинических испытаний планируется привить 3000 добровольцев. Испытания препарата завершатся в конце марта 2021 года. Хасмжамартухаев отметил необходимость особого контроля над обеспечением эффективности отечественной вакцины и ее доступности для населения. Также с 22 декабря в Казахстане начнется производство российской вакцины «Спутник Ви». Тем временем в Казахстане вновь зафиксировали рост числа заразившихся коронавирусом. За минувшие сутки в стране выявили еще 819 новых случаев ковид. Это на 50 инфицированных больше, чем накануне. 7 человек стали жертвами опасного вируса. Восточная и североказахстанская, Павлодарская, а также Акмолинская области лидируют по количеству заболевших. Только на востоке страны зафиксировано 137 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Ни одного случая не выявлено в Казлардинской области. Сейчас лечение от ковид проходят 14 тысяч казахстанцев. Из них больше 900 – дети. А в Кустанае на карантин закрыли школу номер 23. Коронавирус там выявили сразу у четырех учащихся. Все они посещали дежурные классы. Кроме того, инфекция обнаружена у сотрудника учебных заведений. Об этом сообщили в областном управлении образования. Все занятия на две недели перевели в дистанционный формат, а в здании проведена дезинфекция. Лечение заболевшей получают на дому. Отмечу, до обнаружения ковид эту школу посещали 568 учеников начальных классов. В Акмолинской области изменили время действия комендантского часа. Теперь всем жителям региона рекомендуют не покидать свои дома без особой необходимости с 9 часов вечера до 6 часов утра. Об этом говорится в новом постановлении главного санитарного врача региона. Напомню, ранее эти ограничения действовали только для жителей Кукшетал и Степногорска. Все торговые объекты теперь там работают строго до 20-30. При этом их заполняемость не должна превышать 30%. Кроме того, въехать в город можно лишь при наличии сопроводительных документов, справок и командировочных листов. Всем также в обязательном порядке нужно предварительно регистрироваться на сайте stopcorona.kz. В связи с призывной кампанией накануне также были озвучены требования к сотрудникам местных военкоматов и призывникам. Сейчас идет призывная комиссия, и поэтому призывники, чтобы сопровождающими, могли въезжать на территорию областного центра. Но при наличии ПЦР-тестирования сроком не менее пяти суток у нас вообще все призывники в обязательном порядке. Они проходят тестирование на первичных пунктах призывных и на областном призывном пункте. Также в рамках госзаказа они проходят тестирование. Поэтому наличие теста будет обязательным. А в Шемкенте завтрашнего дня по субботам разрешили работать с торгово-развлекательным центром. Новое постановление накануне подписал главный санврач мегаполиса. Несмотря на продление карантина до 21 декабря, в городе разрешили работать с кинотеатром. Но при заполняемости залов не более 30%. Работать они будут с 9 утра до 9 вечера с приостановлением деятельности в праздничные и воскресные дни. Отмечу, кинотеатры в Шемкенте были закрыты с марта. В Алматы за минувшие сутки выявили 64 новых случаев заражения коронавирусом. Сегодня мегаполис перешел из желтой зоны по темпам распространения COVID-19 в зеленую. Об этом сообщили в Национальном центре общественного здравоохранения. Отмечу, в желтой зоне Алматы находился с 27 ноября. Общее число инфицированных там превысило 16 тысяч. А в столице за минувшие сутки выявили 88 новых случаев COVID-19. А общее число инфицированных в мегаполисе достигло 16 278 человек. Город по-прежнему находится в желтой зоне по распространению коронавируса. Поэтому в это воскресенье, 6 декабря, общественный транспорт вновь приостанавливает свою работу для проведения дезинфекции. С понедельника автобусы продолжат курсировать в обычном режиме. 14 международных авиарейсов из Великобритании, Египта, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Грузии и России принял Казахстан за минувшие сутки. При этом больше 80% авиапассажиров прилетели с ПЦР-справками. Из почти 1600 пассажиров без актуальных справок прибыл 271 человек. Все они граждане Казахстана. Их сразу поместили в карантинные стационары и протестировали на COVID-19. У всех результаты тестов отрицательные. О событиях в мире. В Китае вновь регистрируются внутренние случаи COVID-19. Новые локальные факты заражения в автономном районе внутренняя Монголия. Из-за вспышки в городе Маньчжул начали массово тестировать население. Обследования пройдут более 200 тысяч человек. Чтобы предотвратить вторую волну COVID-19, в зимний период Китайское министерство здравоохранения отмечает, что местным властям необходимо регулярно тестировать людей из группы риска, проводить профилактические меры в учебных заведениях и на рынках, мониторить вспышки других респираторных заболеваний и быстро реагировать на появление локальных случаев. «Мы поможем местным властям подготовиться к чрезвычайной ситуации в плане обеспечения персоналом и материалами. При обнаружении вспышки следует реагировать немедленно, чтобы в кратчайшие сроки взять ситуацию под контроль». Между тем, количество зараженных коронавирусом в мире перешагнуло отметку в 65 миллионов. Об этом сообщает американский университет Джонса Хопкинса. Ученые суммируют данные о заболеваемости ковидом в странах мира из открытых источников. Вместе с тем, количество летальных исходов от вируса в мире достигло полутора миллионов. Первое место по числу инфицированных по-прежнему занимает США. Следом – Индия и Бразилия. Отмечу, что на сегодня в этих странах, несмотря на ряд карантинных ограничений, отмечается повторный всплеск заболеваемости. Власти Кыргызстана готовятся ко второй волне коронавирусом. По информации Министерства здравоохранения страны, за последние сутки коронавирусом там заразились 440 человек. Четыре пациента с ковид скончались. Отмечу последний раз строгий карантин в связи с ростом числа зараженных в стране вводили в марте. Сейчас в больницах открываются дополнительные места. Лечение в медучреждениях Кыргызстана проходят свыше 2500 человек. Напомню, на сегодня там подтверждено свыше 73 тысяч случаев ковид-19. Свыше 1200 человек стали жертвами вируса. В Праге открываются зимние ночлежки для бездомных. Особенностью этого года станет всеобщее тестирование постояльцев на ковид. Этого решения волонтеры с начала осени добивались в мэрии. По разным подсчетам, эпидемия могла унести жизни нескольких тысяч жителей вульваров и парков. Активисты уверены, смерти бездомных никто не считает. Между тем, именно они месяцами находились не только в зоне риска, но и сами были ходячей угрозой, перенося вирус по всему городу. Чиновники парируют. Бродяг еще летом пытались изолировать, поместив в специальные пункты. Однако большинство из них отказываются там долго находиться. Репортаж Дмитрия Лукша. Для многих из этих людей летнее постановление правительства могло стать путевкой в жизнь. Еще в июле чешские парламентарии нашли, казалось бы, идеальную альтернативу и решение социального неравенства. В условиях пандемии и закрытых границ уличных бродяг было решено размещать в пустующих отелях и гостиницах. Траты на их содержание готовы были брать местные градоначальники. Чиновники больше всего боялись недовольства владельцев номеров. Однако столкнулись с другой проблемой. Единицы соглашались устроиться на работу и попробовать жить в четырех стенах. Многие из бездомных, как бы грубо это ни звучало, становятся дикими. Они привыкли жить на улице годами. Они могут считать людей злыми, не принимать помощь, воспринимая ее тягостной. Так было всегда. Бродяги бежали от социальных служб, но сейчас другая ситуация. Нам удалось выяснить, что только в окрестностях Праги от коронавируса за осень умерли 76 бездомных. Примерно столько же за сезон гибнет от алкоголя или несчастных случаев. Их смерти никто не считает, потому что люди умирают прямо на улице. Пока единственным местом, куда бедолаги могут прийти добровольно, остаются зимние ночлежки. Сказывается привычка. Пережидать здесь холода до весны предпочитают многие бездомные. В этом году пунктов помощи будет больше, как и койко мест. Но учитывая пандемию и необходимость соблюдения социальной дистанции, число ночлежников в каждом отдельном приюте сократится. Для уличных гостей также установят дневные центры поддержки, в которых обратившимся бесплатно окажут необходимую помощь, в том числе медицинскую. Но главное, запланировано тестирование бездомных на COVID-19. Тех, у кого диагноз подтвердится, разместят в специализированных изоляторах. В этом году впервые заработали два специальных общежития для бездомных, которым необходима помощь сиделок. Будет также открыта еще одна абсолютно новая ночлежка. Так мы надеемся увезти с улиц как можно больше бродяг. Особенностью этого года станет работа с нашими постояльцами психологов. Мы будем объяснять людям, что эпидемия может затянуться и не стоит убегать обратно на улицу, подвергая опасности как себя, так и прохожих. Всего в Праге для бездомных на зимний сезон подготовлено более 500 койко-мест. Сотрудники мэрии исходили из данных за прошлые годы, что позволяет надеяться, что мест хватит всем нуждающимся. В резерве еще остаются 200 на корабле-ночлежке, пришвартованном у набережной реки Ватвы, а также около сотни койко-мест в приюте в одном из районов столицы. Дмитрий Лукший, Павел Невит, Хабар, 24, Чехия. И еще о событиях в мире. Число беженцев из Эфиопии в Судане продолжает расти. Сложившиеся ситуации обеспокоены представители стран ЕС. Они призывают власти Эфиопии остановить вооруженный конфликт в регионе Теграй. Сообщается, что большую часть беженцев составляют женщины и дети. По прогнозам гуманитарных организаций, в ближайшие полгода их число может достичь 200 тысяч. Напомню, вооруженный конфликт на севере Эфиопии вспыхнул в начале ноября, после того, как члены Народного фронта освобождения, отыграя, напали на военные объекты Макеле. По меньшей мере, 4 человека погибли в результате взрыва на заводе по переработке сточных вод на юго-западе Англии. Еще один человек пострадал. По информации правоохранителей, инцидент не связан с терроризмом. Взрыв прогремел в хранилище с твердыми веществами биологического происхождения. По словам очевидцев, взрыв был настолько мощным, что от него затряслись здания. Сразу после инцидента в хранилище возник пожар. Возгорание за короткие сроки пожарным удалось потушить. Семьям погибших выразил соболезнование премьер-министр великобритарии Борис Джонсон. А в Южной Калифорнии бушуют лесные пожары. По информации агентства Reuters, двое спасателей получили травмы во время тушения огня. Из-за сильного ветра пламя подобралось близко к домам. Тысячи человек эвакуированы. По предварительным оценкам, стихия успела разрушить несколько домов. Десятки тысяч домохозяйств остались без электроэнергии. Тушение огня задействовано свыше 500 спасателей и десятки вертолетов. Работу пожарным усложняет порывистый ветер. И вновь о событиях в нашей стране. В Жанаузене все еще действует план перехват на преступников, ограбивших инкассаторов рядом с отделением Сбербанка. Накануне вечером в районе микрорайона Коктем четверо неизвестных напали на них с ножами и украли больше 62 миллионов тенге. Кроме того, в мешках было почти 20 тысяч долларов и без малого полмиллиона рублей. Для нападения грабители выбрали момент, когда водитель инкассаторской машины остался без своих коллег. Те вошли в отделение банка. Водитель попытался задержать преступников, выстрелив в их машину пять раз, но остановить их так и не удалось. Отмечу, что в Сбербанке уже сделали заявление по этому поводу. Там утверждают, что деньги их вкладчиков находятся в полной сохранности. Украденные средства были проинкассированы ранее в других организациях. По предварительной информации, в результате ограбления никто не пострадал. 3 декабря 2020 года на пульт дежурного 102 Управление полиции города Жанаузин поступило вызов о том, что возле здания одного из банков произошло разбойное нападение. Все дороги города Жанаузин под стройким контролем усиленные наряды патрульной полиции патрулируют город и его окрестности. Камера видеонаблюдения зафиксировала момент нападения на инкассаторскую машину и как подозреваемые срываются на автотранспорте белого цвета. Весь личный состав Департамента полиции Министерской области и Управление полиции города Жанаузин ориентирован на поиски и задержания подозреваемых в нападении. Сразу в шести регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам метеорологов, 5 и 6 декабря в северо-казахстанской области ожидается туман. Вероятность шторма там составляет 90%. В Туркестанской, Карагандинской и Акмолинской областях порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. Сильный снег синоптики ожидают в Жамбулском регионе. Что касается погоды в Мангостаусском регионе, там специалисты Казгидромет ожидают сильный мороз до минус 22 градусов. На дорогах гололед. Между тем, жители многоэтажных домов в селах Арабула Калматинской области жалуются на отсутствие тепла в своих квартирах. Морозы, батареи совсем их не греют. По словам представителей местных властей, котельные не справляются с нагрузкой. Наш корреспондент Гульнар Жантасова узнала, как в Акимате планируют решать эту проблему. Батареи еле теплые, то только вверх. Вот эту комнату мы стараемся обогревать, так как у нас полуторагодовалая девочка. Три года жительнице Карабулака Любовь Анисимова бьется за тепло в своей двухкомнатной квартире. В сентябре с соседями они собрали по 20 тысяч тенге на ремонт теплосети. Но с последовавшим за ним отопительным сезоном жилище так и не потеплело. Я считаю, что в квартире у нас холодно, потому что ремонт провели некачественно. Нам сказали, что это за счет жильцов будет ремонт. Мы собирали деньги и нам дали бумажку из этого теплосервиса, что требуется. И по этой бумажке наши же жильцы привезли этот товар. Если чего-то не хватало, то надо было бы еще докупить. Мы согласны были? Я сейчас говорю, господи, сделайте только. Я оплачу весь этот ремонт, потому что нам просто нет выхода сидеть с маленьким ребенком еще в холодной квартире. По словам тепловиков, чтобы подать тепло в квартиры, тех денег, которые собрали жильцы, не хватило. На эти средства удалось заменить в подвале дома лишь незначительную часть труб теплоподачи. Если бы они 800 тысяч собрали, мы все хорошо поменяли бы, все сделали бы, все было бы красиво. Где-то 80 тысяч с квартиры надо было собрать. Они не смогли потянуть. Вместе с тем в холодных квартирах вынуждены зимовать и жильцы трех многоэтажек. 124, 103, 113 дома по улице Панфилова. Встанешь, прохладно. Туалет везде, холодно. Тепло не дают нам, нормального, какого положено. То позвонишь, поломка. Если у жителей этажами ниже еще как-то цифра на домашних термометрах поднимается до 20 градусов, то в квартире супругов Ким, живущих на пятом этаже, не выше 16. Обогреватель тоже включаю ей, чтобы перед сном согреть, чтобы ребенок лег в теплую постель. При занятиях тоже. Цветы замерзают, потому что я их на ночь вот сюда выставляю, чтобы они не замерзли совсем. Тут лед, льдом все затягивает, и вообще батареи чуть теплые. Ну что это, так невозможно. Так и живем. Уже 10 лет. Шакемата приходят, руками разводят. Начальство мотивирует тем, что у нас на выходе, говорит, нормальная температура воды. Но нам-то от этого не легче. К нам не доходит. На улице плюсовая температура, у нас 17 градусов. В данное время, да, есть нагрузка. Нагрузка на котельную. Но этот вопрос решается. В этом году начали строиться блочно-модульные котельные на газовом топливе. Эта блочно-модульная котельная должна обеспечить всех наших многоквартирных жилых домов. В целом в селе Карбулак насчитывается 33 многоэтажки. Новая котельная, по словам представителей районного акимата, будет запущена в эксплуатацию в феврале следующего года. Восточно-Казахстанской области открыто движение на участке дороги Алматы-Усть-Каменогорск. Строительные работы из-за погодных условий временно приостановлены. Трасса республиканского значения сегодня готова на 70%, говорят специалисты. Оставшуюся часть дороги строители обещают завершить весной. Автодорога Алматы-Усть-Каменогорск не ремонтировалась почти 40 лет. В прошлом году на реализацию проекта были привлечены сотни специалистов. Шесть заводов по выпуску асфальта и 11 субподрядчиков. За это время построено 12 мостов, 244 водопровода и 46 переправ для перегона скота. Если раньше мы доезжали до Алматы почти за 40 часов, то сейчас этот путь сократился на 7-8 часов. Дорога стала гораздо лучше. Раньше мы ездили в Овес, очень уставали. Хорошо, что открыли дорогу. Надеюсь, что ремонт доведут до конца. Да, дорога лучше намного стала, чем была. Намного быстрее идешь сейчас. Ну, в объездных меньше стало, едешь и едешь, сейчас намного легче ехать стало. В этом году дорожникам работу усложнил карантин. Были задержки за ставкой стройматериалов. А проблемы у дефицита кадров решали с помощью привлечения выпускников технических специальностей. Три подрядчика в этом году заасфальтировали 270 километров дороги. Сейчас объездных путей нет. Весь транспортный поток едет по трассе. То есть готово уже 70%. Остальные работы продолжатся в следующем году. Завершение объекта намечено на 2022 год. Напомню, на реализацию крупного проекта по программе «Нурлыжол» выделено 157 миллиардов тенге. Асим Утешева, Медит Мирханов, Хабар 24, Восточно-Казахстанская область. Ответственность за незаконное вмешательство в деятельность бизнеса хотят усилить в Казахстане. Об этом сегодня сообщил председатель Сената парламента Маулия Нашимбаев на правительственном часе по вопросам развития малого и среднего бизнеса. Как отмечено президентом страны, незаконное воспрепятствование предпринимательской деятельности должно расцениваться как тягчайшее преступление против государства. Эта установка главы государства могла бы быть реализована через ряд изменений в КУАП и Уголовный кодекс. Но здесь мы все понимаем, что депутатам вместе с уполномоченным органом, вместе с Генеральной прокуратурой надо, конечно, все очень тщательно проработать, тщательно, конечно, взвесить. Есть уже соответствующие нормы и в Уголовном кодексе у нас, и в КУАП. Вопрос в том, что эти нормы не работают, и что нужно сделать для того, чтобы действующие нормы работали, и какие нормы нужно по необходимости точно изменить. Это большой вопрос, и в этом направлении сенаторы готовы поработать, и эту свою готовность мы обозначили в рекомендациях. Между тем, количество субъектов малого и среднего бизнеса в Казахстане превысило миллион триста тысяч. В то же время отечественная сфера МСБ качественно отличается от аналогичного сектора в странах ОСР. Пока в нашей стране недостаточно технологических стартапов, экспортеров, малых и средних предприятий, занимающихся производством. Основной сферой деятельности наших бизнесменов остается торговля. При этом значительная доля предприятий полностью или частично работает в тени. В последние годы фиксируется тенденция сокращения числа активных предприятий среднего предпринимательства. С 2015 по 2020 год сокращение составило более 13%. При этом именно средние предприятия являются наиболее производительными. Составляя всего 0,2% от сектора МСБ, они выпускают пятую часть всего объема продукции малого и среднего предпринимательства. Косподдержка бизнеса должна быть нацелена на рост числа средних предприятий, развитие и переход малого бизнеса в более высокую среднюю весовую категорию. Между тем иностранные бизнесмены активно вкладывают средства в развитие казахстанского бизнеса. В 2021 году корейские компании планируют инвестировать 75 миллионов долларов. Об этом стало известно в ходе форума инвесторов, который прошел в столице. Наш корреспондент расскажет, какие проекты будут запущены благодаря такой финансовой поддержке. В столице проходит международный форум инвесторов. В нем участвуют 6 компаний из Южной Кореи и 5 компаний из Казахстана. Главная цель мероприятия – привлечь иностранных инвесторов для финансирования казахстанских проектов. Специально по приглашению на открытие из Алматы приехала команда тейквондистов клуба «Арыстан» и победительница конкурса «Аншибалапан» Инжу Куандык. Сейчас проектов очень много. Я расскажу об основных – смарт-город, смарт-ферма с теплицами и другие проекты. Сейчас у Кореи с Казахстаном очень много совместных планов. Казахстан также заинтересован в больших проектах. В Петропавловске планируется строительство смарт-микро-айона с альтернативно возобновляемыми источниками энергии. Он будет состоять из 500 коттеджей и 70 домов. Там установят мусоросортировку и канализацию, которая будет перерабатывать продукты жизнедеятельности человека и животных. Весь поселок будет работать только на электрической энергии. Будет построена ферма на 2000 голов, чтобы был запас биотоплива. Теплицами на 6 гектарах овощих хранилища будут построены порядка 300 человек и в дальнейшем до 600 человек будут увеличены. В Актау на берегу Каспийского моря планируют построить смарт-сити. Комплекс будет располагаться на территории 1000 гектаров, включая землю на побережье Каспии. Для привлечения туристов иностранных до 3000 человек, а в дальнейшем постройка будет до 30 тысяч человек. Мы планируем уже в этом году начать проектирование. Думаем, со следующего года начнем уже строительство. Следующая подобная встреча предпринимателей с иностранными инвесторами состоится в мае в Южной Корее с участием российских и белорусских бизнесменов. Айгерим Бабиш, Ерлан Аур-Избаев, Хабар-24. Казахстан и Россия займутся восстановлением экосистемы рек Урал и Иртыш. Совместные программы сотрудничества в этом направлении были приняты на встрече министров экологии двух стран в Москве. Программа включает в себя разработку научно обоснованных предложений по восстановлению экосистем, инвентаризацию и выявлению источников загрязнения, реконструкцию водопропускных сооружений, очистку и восстановлению водных объектов бассейна. Кроме того, в рамках встречи министры обсудили вопросы подготовки к 17-му форуму межрегионального сотрудничества Казахстана и России с участием глав государств. Его проведение запланировано в 2021 году в Кокшетау. И к этому часу у нас все. Напомню, все наши новости доступны также на нашем сайте 24.kz. Всего доброго.